Президент Алмазбек Атамбаев подписал распоряжение, согласно которому из президентского фонда социальной защиты и поддержки выделено 50 тысяч сумок для оказания финансовой поддержки проведению акций «Не плевать». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента. Глава государства считает, что такие гражданские инициативы подчеркивают новый качественный рост в самосознании кыргызстанцев, говорят о том, что любовь к своей стране, своему городу или селу становится все более значимой движущей силой в обществе. 1 мая в Бишкехе состоится аппарат отечественных производителей. Как сообщили организаторы мероприятия, в параде примут участие от 20 до 30 компаний. По столице пройдет брендированный транспорт компаний с символикой мероприятия. Место сбора транспорта в 13 часов на площадке перед стадионом имени Долона Мурзакова. Маршрут парада пройдет по проспектам Манаса, Мейра, улице Абдрахманово, Южной магистрали, улице Фрунзе. Конечная остановка, площадка перед главной спортивной ареной. Это будет автопробег по улицам нашей столицы. Основная цель мероприятия – привлечение общественности к проблемам производителей, повышение уровня осведомленности, информированности населения и гостей страны о производителях и выпускаемой ими продукции, воспитание патриотичности граждан, укрепление высокого чувства необходимости потребления собственной продукции, повышение уровня знания о населении о том или ином производителе, говорится в сообщении. 24 апреля в 18 часов на сцене русского театра драмы пройдет состязание театров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации и туризма. Актеры государственного Национального русского драматического театра имени Чингази Айтматова и Бишкекского городского драматического театра имени Арсенова Муралеева будут состязаться в представлении сцен из таких произведений, как драма Айтматова Плаха, трагедия Шекспира Ромео Джульетта и комедия Бомарше «Женитьба Фигаро». Как указывается, с 13 по 15 апреля в Орском государственном академическом узбекском театре имени Бабура также прошли состязания между театрами. В третьем состязании Орский театр имени Бабура одержал победу над Алайским музыкально-драматическим театром. В четвертом состязании Орский областной каргызский драматический театр победил состязание с Таласским областным музыкально-драматическим театром. В ходе пятого состязания победа была присуждена Джалабадскому областному драмтеатру имени Барпы, который состязался с Баткенским областным музыкально-драматическим театром. В некоторых районах Бишкека и Чуйск области сегодня возможны сбои в электроснабжении, об этом сообщает Северэлектро. Так, в Бишкеке временные перерывы возможны с 9 до 18 часов на участках улицы Лермонтова, Хивинской, Манаса 8 марта, Свободной, Семипалатинской, Тульской, Рычная, Лебесова, Хачана-Джакыпова, Грозненском переулке, в жилых массивах Дурдой, Арчабиши, многоэтажных домах на улице Ахумбаева, микрорайонах Аламидин-1 и Пятом. В Чуйской области отключение возможно с 9 до 17 часов в Аламидинском районе в селах Холенинское, Таждобо, Бирбула, Аламидин. Сбои связаны с проведением ремонтных работ на воздушных линиях электропередачи, ремонтом трансформаторных подстанций внутридомовых сетей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok